всем привет сегодня 26 июня пятница новости идут приготовила завтрак такая вот яичница и салатик ну положила все в одну тарелочку так сказать для красоты яичница сыр и салатик помидор помидора огурцы цветочки мои уже завяли и их сегодня ну пусть постоят я их к вечеру выброшу уже наверное уже подняли совсем на улице 21 градусов тени время 9 утра надо быстренько позавтракать и делами заниматься собралась магазин жду лист и пойду человек куплю с продуктов что-нибудь вкусненького а всем привет ребятушки еще раз иду магазин супермаркет да ведь как сегодня красиво как красиво смотрятся наши белые домики на фоне голубого неба красота 25 градусов легкий ветерок а тут я хочу вам показать тут целый ряд фиалок я не знаю фиалки не фиалки это конечно не фиалки но какие-то красивые цветы симпатичные цветочки тут целый ряд целый ряд в основном такие вот фиолетовые других цветов не вижу в основном фиолетовые еще красненький есть как эти цветы называются напишите кто нибудь мне не вот этот очень нравится темно-фиолетовый мой любимый цвет вообще вот такие цветочки люблю фиолетовый сиреневый а вот этот фиолетовый еще темнее вообще прелесть красивые в общем ладно иду магазин приду сниму обзор всем привет еще раз покупками продуктами супермаркет да кефир белогодское лето средство для посуды пуре удалюк капусты маленький качанчик свежий для волос купила палет цвет золотистый кофе посмотрела уже голос соблазит уже седина видно уже пора закрасывать это был первый пакет зеленый чай зеленый чай за сменой жидкое мыло капля радуги грейпфрот и малюк соды чистить драковину поры слабосоленая рыбка как я хотела так сметана 15 процентная простоквашина и киевская капуста на стол вот я купила пакетик лица мне его нельзя но он у нас закончился я один пакетик взяла так что просто был там добавить куда-нибудь голубцы или в этот суп и пол пилу мороженого ванильного коробочки это был второй пакет конечно можно было еще что-нибудь купить я просто больше бы не донесла я теперь больше двух пакетов не таскаю потому что у меня стали болеть руки локти я так решила что я лучше понедельник вторник еще схожу в магазин после выходного чем я буду сейчас надрываться и второй раз я решила не ходить у нас есть фрукты есть а ягоды я куплю в понедельник-вторник черешню клубнику я понедельник-вторник может быть на рынок опять поеду на станцию там я куплю свежую клубнику черешню так вы пока любуйтесь видом за окном я вам чек зачитаю так я потратила полторы пяти тысячи супермаркете да в принципе ну так кое-что купила два пакета из продуктов пакет 6 рублей а две штуки 6 рублей нормально у них пакеты дешевые не то что других магазинов так средства какой-то а пималюкс лимон для очистки вот этих что это батарея разряжается окей быстренько зачитаю чек и выключу на зарядку телефон ставить так форель 350 вот этот кусочек дорого мы брали перекрестки недавно или в карусели я уж не помню какой-то магазин сейчас в лиге раньше был перекресток а сейчас не на какой забыла как называется там брали за 300 иногда там она разная там подешевле было но не такой вид незрачный или прям видно что в оранжевом масле плавает крашеная какая-то рыба а это вроде более-менее натурально смотрится средненько так сказать есть какая-то вообще там белая облезла какая-то рыба как будто тухлая это средний средняя цена и средний внешний вид я средняя всегда беру так капуста пекинская 50 рублей рис 4 из подорожал 88 рублей и хрена себе так жидкое мыло 50 эфир 66 средства для посуды 48 сметана 61 крем-краска вот это для волос 140 рублей нормально там чай с с мином 62 капуста 23 белка чан и апельсины кило 300 тушь 170 рублей почти там помидора азербайджанские 900 грамм почти 2 короче 2 1 штучка на полкило почти там 2 штучки 900 грамм 160 рублей ну дорогие да она вкусные там к тому то вот эти помидоры розовые зелень по 30 рублей ну короче 1530 потратила нормально такой средний чек иногда я беру на 1800 иногда на 2 иногда на 200 в данном случае уложилась приличную сумму если бы я сейчас пошла за фруктами я бы еще потратила рублей 500 я решила не ходить потому что у нас есть апельсины есть яблоки то есть фрукты есть я схожу через 2-3 дня понедельник-вторник поеду на станцию там надо мне еще кое-что посмотреть ну в общем схожу лучше я схожу через пару дней пока продукты есть все есть поэтому лучше не тратить деньги зря так сейчас я допишу видео фух как жарко вентилятор что ли для себя направить как-то сейчас я все это буду протирать видите у меня тут моющие средства все кончились мыло закончилось выбрасываем вместо пемолюкса вот обычной содой посуду мыло вчера средства для мытья посуды тоже закончилось я сейчас посуду буду мыть просто убежала в магазин успела помыть так цветы завяли ну короче пусть стоят до вечера потом я их выброшу так первым делом первое наперво мне нужно убрать мороженое в морозилку я уберу мороженое сразу у меня мороженое всегда стоит в запасе кстати вот на днях брат двоюродный заезжал с племянницей сколько там лет уже девочки с седьмого года с 2007 год рождения тринадцать лет дали в марте исполнилось четырнадцатый год через горпаспорт получите вот они ко мне заезжали я им там газировочки налила по стаканчику по бокальчику а что-то про мороженое не вспомнила можно было мороженым угостить но они в принципе торопились на дачу ехать им как-то особо некогда было сидеть тут у меня за сейчас ну что-то я и не сообразила я даже не помню было ли у меня мороженое но в принципе если было то можно было бы угостить как раз так ну что тут у меня все сейчас я это все это так апельсина мыть помидоры мыть яйца не стала брать у нас пока есть набрала всякой короче перехожу на капусту на салат молочку я от молочки не люблю не могу отказаться люблю молочку так чай будем зелененький пить же с мином кефир сметанка для салатика 15 процентная не жирная короче ребятушки перехожу видите у меня тут фрукты овощи перехожу на питание типа кето питание то есть это овощи фрукты мясо рыба то есть исключать постараюсь исключать все быстрые углеводы тут у меня еще есть вот яблоки есть тут еще вот вчера купили молоко кефир вот хлеба надо поменьше есть кстати хлеб надо исключать какую-то закусочку салатик купили так творог это я тушила жарила баклажаны мы сегодня доедим вот у меня тут гороховый суп я вчера варила вечером доедим гороховый суп а если не доедим то у нас еще он там баклажаны тут у меня каша пшунька осталась короче у меня тут лежит какая-то рыбка я ее сегодня буду жарить так что это за рыбка о-о-о горбуша я тут даже посмотрел что за рыба конечно не хотелось бы ее жарить но духовку включать такую жару тоже бы не хотелось так что наверное я ее пожарю на этот раз хотя бы только из-за того что не хочу я это духовку включать вот мои басильки накрылись практически ладно вот поеду понедельник вторник если на станцию может у бабушек еще цветочков куплю только наверное в следующий раз ромашки возьму если будут басильки что-то быстро чахнут такая хорошая погода в тени 26 солнышко ну немножко жарковато но так как там все таки сильный ветер не знаю какой ветер похоже что с этой стороны с северо-западной с кухни дует сильно вот отсюда с этой стороны ветер прохладненький поэтому не очень жарко 25 26 на солнце конечно побольше по 30 вот так как ветерок обдувает вполне нормально я не люблю вот когда жара такая то есть ну вот до 27 еще куда не шло но когда 30 градусов все я вся вся разбитая вялая я ничего не хочу делать на улицу вообще стараюсь не выходить когда плюс 30 в тени а на солнце под 40 представляете вот у нас сегодня 26 я считаю что это отличная погода потому что тут показывали на днях Францию так там вообще там под 40 градусов жара и даже показали Англию или Кабританию там тоже под 30 все на пляжах сидят никто не соблюдает никакую там социальную дистанцию все ломанулись на пляже потому что жарко вот такие вот дела ребятушки следующий эфир наверное будет понедельник вторник я все таки наверное буду в эфиры выходить потому что однотипные видюшки тоже всем надо надоедают надо как-то разнообразить ну хотя бы стримами этими хотя бы прямыми эфирами все-таки какое-то разнообразие ну вот когда в парк схожу погуляю там что-нибудь поснимаю в принципе в городе очень красиво есть что снимать другое дело что я надо мне больше ходить по городу надо вот когда жарко мне из дома выходить не хочется как-то вот не могу себя заставить с утра пораньше ходить гулять просто ходить не по магазинам а просто гулять просто ходить по городу можно же погулять и заодно что-то что-то поснимать люди пробежками занимаются мне бы хотя бы просто ходить начать для начала побольше ну в общем ладно будем разнообразить видео все хорошо лето погода замечательная впереди еще два летних месяца а там еще сентябрь октябрь тоже теплые месяца приличные так что все хорошо еще впереди длинное лето еще отпуск будет две недели так что будем надеяться на лучшее всем пока что то что то